Еще один французский художник Жак Тессо. Мы видим работу, которая несколько отличается от того, что уже можно было лицезреть на этой выставке. Капитан и его помощник. Казалось бы, не затейливая такое название. Что же мы видим на этой картине? Да, здесь все достаточно такой пожилой человек, это явно капитан, помощник здесь присел на бордюр, имелые дамы. Но вот это в духе Тессо как раз, которого упрекали в том, что он обожает писать разных женщин в красивейших нарядах, и не важно, кто они по профессии, и не важно, какой образ они ведут. Вообще, он прославился тем, в первую очередь, что он написал очень много работ на военную тематику. Он был хирургом военным, вот потом его уговорили, и он пошел в художники, но не забыв старую специальность. И, казалось бы, там очень много было тематических работ о сражениях, о войне. А вот появляются такие очень занятные картинки. Многие еще из критиков упрекали его в том, что это напоминает раскрашенные фотографии, показывая вольгаризацию общества, его пороки и какое-то зеркальное буквальное отражение того, что существует. Но все это очень причесано, все это очень избирательно, и все смотрится достаточно прилично, хотя тематика некоторых работ для того общества, именно того времени, конечно же, несколько скандально и непривычно. Джон Эверет Милле, один из лидеров братства приорифаэлитов. Сами контуры фигуры, самый сгиб, наверное, да и платье, которое подобрал художник для своей модели. Оно в духе как раз второй половины XIX века, с тюрнюром таким, который был очень популярен, и дело женской фигуры особенно привлекательное с точки зрения, опять же, менталитета того времени. Надо сказать, не зря эта цитата как бы из произведения литературного, поскольку мы здесь видим, у нас образы появляются, это витраж, который в этом окне, это нас относит как раз к эпохе Шекспира, хотя художник пишет, что это в конце XIX века. Продолжение следует...